Приветствую вас к фильму. Мне кажется, что глобально вы как будто бы пытаетесь сказать о том, что единственное, что может вас определить, это наличие мужчины. Единственный критерий серьезности отношений, это предложение руки и сердца. Это такие довольно жесткие установки, которые ориентируются здесь, мне кажется, на то, что вы сами себе проставили, да, то есть вы сами себе сами для себя проставили определенные установки, что вот, если мне предложат руку и сердце, если, значит, там, отношения не будут меняться, то все будет как бы хорошо, я буду достойный, если этого нет, то я не достойный. И как вы понимаете, начиная с самых первых отношений, вы в мужчинах ищите что-то, что вам нужно, а вы пытаетесь на него опереться. На мужчину. Собственно, косвенно на это, как мне кажется, указывает то, что вы в отношениях становитесь зависимыми. Вот. Собственно, собственно. Собственно, вам на это, мне кажется, и нужно вот с этого начинать, да, то есть как получается так, что я в отношениях становлюсь зависимым. Да? Вот. Почему я, условно говоря, счастлива только когда я все, мужчины. Почему я счастлива только в этот, ну, только в этот момент, в этот момент, почему я сама по себе чувствую себя неполноценно. Вот. Нет, это совершенно не означает, что вам не нужно искать мужчин, да, но это, как бы, как бы, ставить себя в зависимость от другого человека и пытаться набрать отношения по единственному, скажем так, руслу и видению этих самых отношений. Ну, это значит в отношениях не быть. Мне даже показалось, что, что вы, мужчину-то самого, как такова, вы не видите. И вы видите для себя возможности, вот, получить то, чего вам так не хватает. Вот. То есть вам не выносимо больно от, от чего-то, что вы в себе не принимаете. Как мне показалось, по крайней мере, вот, исходя из той информации, которую вы предоставили. Итак, я считаю себя недостойной девушкой. Недостойная девушка, значит, что я не соответствую тем требованиям, которые я сама себе поставил, да. Вот. Ну, забегая чуть вперёд, хочется опять же сказать, что вот задаётся впечатление, такое ощущение, да, что вы как будто бы не испытываете интереса к жизни, то есть как будто бы вам, у вас нет интересного, интересного в жизни. Вы не интересуетесь собой, да, вы не интересуетесь своей жизнью. У вас как будто бы нет глобальных целей, кроме, вот, ну, кроме, ну, кроме той цели, да, чтобы найти мужчину. Я понимаю, что это может быть связано с тем, что вы только пишете о таких вот моментах, которые вас, например, привозят. Вот, что может быть у вас как бы всё в порядке с этим. Вот, но обратить ваше внимание на это я считаю, ну, я считаю, должен, вот, потому что это довольно-таки важный момент в действии. Да, вот, потому что ощущение, да, что вот единственное, единственное, как вы себя реализовываете, это вот в отношениях. Дальше. У меня было четыре серьёзных отношения, максимум год, несколько случайных связей. Года простой, когда пристрадал по-бышнему. Вот. Косвенно это указывает вот на то, что вам ничего в жизни не интересно, потому что вы страдаете по-бышнему. Это такая штука. А, ведь, эээ, то есть, эээ, у вас в жизни, эээ, нет ничего более привлекательного, чем страдать побышь. Ну, хочется спросить, да, кроме, кроме этого, что вот ещё есть ваше жизни, потому что, ну, вот, эээ, как бы, осталось, получается так, что, эээ, вас определяет, эээ, ну, мужчина. Да, вот, получается. Такая штука. Дальше. Эээ, даже серьёзные отношения таковыми не считаю, ибо предложение руки и сердца мне не делал ни разу. Ну, опять же, да, вот, эээ, вы ставите их постоянно как-то себе условия. Да? То есть, если мне, эээ, если мне, эээ, мне предложили руку и сердце, значит, отношения не серьёзные. Я хотел бы, чтобы вы увидели, что складывается такое впечатление, эээ, у меня, по крайней мере, складывается такое впечатление, что, эээ, вы как будто бы ищете, эээ, возможность доказать, что вы недостойны. То есть, эээ, здесь ключевой момент в том, что вам нужно постоянно делать, эээ, что-то, эээ, и стараться убеждать, там, условно, условно себя, эээ, в том, что вы недостойны. Бороться постоянно нужно за достойность. А вот вы не задавались вопросом, да, а как так получается, что, чтобы быть достойной, нужно, там, обязательно какие-то условия выполнять. Сценарий отношений один. Ну, если сценарий отношений один, значит, он родом из детства, вот, и работать со сценарием нужно в русле. Определённые школы психотерапии. Сценарий отношений начинается с интересного общения, активных укаживаний мужчин, обещаний, осуществлённым, совместным будущим, частыми, звонками и встречами. Смотрите, Ксения. Эээ, вот. За исключением интересного общения, все остальное касается только чисто гендерных моментов. То есть, только интересное общение, только интересное общение, плюс-минус, свидетельствует о личностном взаимодействии. Да? Возникает вопрос. Тогда. Что общего между вами и мужчинами, с которыми вы встречали, вот именно общего что? Как вы с ними знакомитесь? То есть, ну, какие обстоятельства, знакомства с мужчинами у вас? Потому как, если это знакомство, там, на сайте знакомств или в социальных сетях, наверное, ну, если это знакомство в процессе занятия какого-нибудь дела, делом, каким-нибудь делом, это другое, другое. Но, повторюсь, это важные моменты. Но это нужно обратить внимание. Дальше. Если вы описываете дальше, это гендерное взаимодействие. Гендерное взаимодействие, но, увы, это наличие, наличие. Вот. И если у вас гендерное взаимодействие происходит сразу, это значит, что вас воспринимают сразу только как женщину. Это неплохо, но человек этим не ограничился и для полноценного. Ну, вы бы, наверное, сказали серьезного общения, но нужно, чтобы были другие аспекты. Я полностью отдаюсь, чувствую и становлюсь зависимой, привыкаю к глагану сообщения. Ну, смотрите. Вы описываете свое состояние. Вы молодец. Вы молодец. Вы молодец. Вы молодец. Вы молодец, что вам свое состояние описываете. Но. Есть одно. Есть одно. Как это происходит? То есть вот. Ну, условно говоря, условно говоря, вследствие чего становится возможным. Такая история. Да? Что вы полностью отдаетесь чувствам, привыкаете к глаганным сообщениям и становитесь зависимыми. Вследствие чего это становится возможным. Я вам могу сказать вследствие того, что кроме этого в жизни у вас ничего нет особо. Жду из мысли схожи с ума, хотя не показываю этого. Ну да. То есть как бы это единственное, что вас волнует. Наверное, если что-то происходит, активность мужчины снижает, строй через письменные женщины называются, но как блять, тем меньше теплоты в сообщениях. Это связано с тем, что мужчина понимает, что вас завоевал. Короче. Я начинаю объяснять, в чем причина. Я хочу прежнего отношения. Зачем? Чтобы чувствовать нечувствую приятные страстности и желания, я разрываю отношения у вас. Да? То есть сам человек вас особенно не интересует в отношениях. Ну потому что вы же не можете допустить, что человеческие отношения во времени меняются. Да? То есть они в начале, они такие яркие. Пылки по словам, они становятся более спокойными. Вам все нужно все время подтверждение, что вы любимые, подтверждение, что вы нужны. Что говорит о том, что сами свои ценности вы не ощущаете, в себе. Дальше. Разрываю отношения. Ухожу, и никто не возвращает меня. А вот здесь вы выглядите своей ценность как такая примерность. Никто меня не возвращает. Ксения, а скажите, а почему вас должны возвращать, если вы ушли? на манипуляцию. Это знаете как? Знаете как? На манипуляцию похожую. Походим. Причем такую, знаете, манипуляцию детскую немножко. То есть вы себя не слышите в разных, в разных очень моментах вы себя, по моим ощущениям, не слышите. Вы не слышите свои чувства, что они вам говорят. Так, я чувствую себя ненужным. Буду было лишь эпизодом в их жизни. Ну, опять же, не знаю, как вы считаете, конечно, и как есть в вашем представлении, но вообще-то все люди в жизни других людей, это эпизоды. Потому что мы с кем-то встречаемся, мы с кем-то расстаемся. Это происходит, в принципе, практически непрерывно. Понимаете? Вот. Поэтому, опять же, здесь история о том, что я не чувствую себя важным, единственный, кто может сделать меня важным, единственный, кто может показать мне мою важность, это другой человек, это мужчина. Скажите, пожалуйста, да, скажите, пожалуйста. Почему не вы сами? А почему кто-то другой? Дальше. Из-за того, что отношения не складываются, я набираю больший опыт. И что? Вот так и я скажу, что у меня было много мужчин. А что потом такого? Я хочу найти того самого и не искать больше. Ну, видите, в поисках того самого вы не видите реального человека, потому что вы озабочены тем, чтобы найти того самого. То есть, у вас мотивация в отношениях немножко другая. Она не связана с тем, чтобы что-то давать человеку, вы хотите получать. Так. Когда я начинаю встречаться с парнем, он спрашивает, сколько отношений мужчин к бобил, мне стыдно признаться, что не два-три. Откуда такая установка, что не два-три? Откуда ко всему руку, что больше двух-трех, а то много? Я начинаю чувствовать себя недостойно от мужчин, считаю себя не разборчивым. У вас очень строгие критерии к себе, мне кажется, и установки довольно догматичные. Вот. Вы знаете, это выглядит примерно так, что вот такая мысль, что у вас как будто бы тревожность по поводу своей жизни, у вас тревожность по поводу своей ценности, и единственное, что вы можете сделать для решения этих проблем, это встретить единственного мужчину, в котором бы вы могли раствориться. Прямо часами по себе вы, по моим ощущениям, ничего не значите и ценности никакой вообще не представляете. Дальше, я начинаю бояться, что он узнает о нескольких случайных связях. Я говорю, гуляю, чтобы рассматривать меня для секса, а не как жену и мать своих детей. А вы хотите быть женой и матерью детей. Что в этом есть ещё, помимо того, что вы хотите уже... Ну, ведь вы же хотите быть женой для того, чтобы сделать человека счастливым, если он, правильно, по-другому. И не только, точнее. Хотя никто не знает, насколько случайные связи принесли мне много пыль, я влюблялся, думал, что тот тот самый и доверял. Ну, всё, что здесь, мне кажется, такова, что вы не доверяете себе, да. Вот, вы не доверяете себе, вы себя, в принципе, обесцениваете, как мне кажется. И отсюда такое желание раствориться в других людях, в частности, в мужчинах, да. Как бы, когда мы не доверяем себе, но при этом растворяемся в других, мы делаем много вещей против своей воли. Вот, очень много вещей делаем против своей воли. Я иногда не замечаю этого, но искренность и жизненность, так сказать, таких вот отношений, да, она очень быстро сходит на нет, к сожалению. Поэтому здесь ситуация вот такова, да, что боли, конечно, много и, вне всякого сомнения, вам эту боль, ну, можно и нужно, да, помочь. Прожить, вот, ну, как бы, важно ещё и то, чтобы вы увидели, увидели, что стоит вот за тем, что вы влюблялись и доверялись. Опять же, влюблённость, да, это, ну, это не обязательно любовь, именно любовь. То есть влюблённость, это просто влюблённость. Дальше. Что произойдёт-то, если вас вот, значит, обдоволь гуляющий. Так. В итоге страдал, когда эти мужчины оставляли меня или предлагали просто несопрогнозами и секс. То есть, понимаете, как бы, как бы вы внутри себя считаете себя очень плохой, да, вы внутри себя очень сильно обесцениваете, а внутри вы говорите себе, что только мужчина может меня определить. Я подозреваю, что могу быть, могу представлять интерес только как сексуальный партнёр, да. Вот, у неё, ну, у меня условно есть, есть у меня вот такие подозрения, как говорите вы. Но я, я в себе, я в себе эту часть, вот эту вот, эту часть я в себе не принимаю. То есть, не принимаю в себе эту сторону, которая вот, ну, да, которая может быть, вот, и когда мне на неё указывают, мне очень больно. Вот, при этом я даже не отдаю себе отчёт, что может быть для некоторых мужчин, да, может быть для некоторых мужчин. Это, по факту, ну, по факту, это единственная, единственная возможность быть со мной в отношениях. То есть, как бы, ну, что мужчины, некоторые, да, они, там, грубо говоря, по-другому отношения устраивать, ну, не умеют просто. Вот. Ну, когда мне дают понять, что я вот такая, мне это причиняет, вот, потому что в глубине души я, ну, как бы считаю, наверное, секс, да, с чем-то вообще очень плохим. Вот. Всё должно быть только правильно, только вот тогда, только тогда я буду достойной девушкой. Вот. И смогу там, условно говоря, себя защищать, ну, себя обезопасить. Так. Дальше. Есть я вновь в отношениях, где все начиналось идеально, но парень потух, у нас не было сексом, были телесные волоски, я страдаю, но почувствоваться пошли, когда в отношениях, когда мы ходим с мужчиной меня. Понимаете? Так. Ну, а вот опять, да, то есть, самое по себе вам ничего не интересно. Для этого я скажу, что вам помогите понять, неужели я сама уже виновата, в чем именно вы виноваты и с чего бы вдруг нам, психологам, искать виноватых. Как именно сценарий? Психотерапия. Ксения занимается психотерапией. Неужели нужно быть холодной королевой и не показывать расположение парня? Нет, я бы сказал, что в парнях нужно видеть не только мужчин, в парнях нужно видеть ещё личности, понимаете? видеть людей, видеть, замечать и принимать человеческие слабости, свои слабости в том числе. А вот, а вы же свои слабости не принимаете. Вы же себе личность не видите. Вот. Сами по себе, ну вот, в отрыве от парня вы себя обесцениваете. И это всё чувствуется, потому что, как бы, подобные тенденции, они проецируются, в любом случае, они проецируются на мужчин. Они проецируются на, ну, на партнёров, на ваших. Вот. И он это, собственно говоря, чувствует. Вот. В любом, вообще, случае, случае. Вот. Поэтому, я думаю, что здесь дело совсем не в том, что именно в этой, в том, что действительно нужно менять сценарий через психотерапию. И не в том дело, что нужно быть холодным или, там, горячим. Да. Нужно, как быть, можно быть разным. Вот. И, ну, слышать себя. Именно слышать. Слышать себя. Вот. Слышать себя и, как бы, поступать в соответствии с тем, что вы слышите, а не в соответствии с тем, что нужно правильно и так далее. Вот. И необходимо, чтобы вы обратили, чтобы вы увидели, что ставить, ставя цели, какие-либо цели изначальные в отношениях, вы невольно, первое, искажаете образ реального человека. Не видите реального человека, живете таким образом. И, второе, вы выстраиваете отношения по расчету. Фактически. Вот. Я не знаю, насколько это соответствует вашим ценностям. Вот. Потому что, может быть, может быть, это не совсем то, что вы хотите. А, может быть, и наоборот. Я не знаю. Пока что нужно с вами поработать, чтобы понять. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго и удачи. Буду надеяться на отклик по моему ответу. Это может послужить началом вашей работы над собой. Всего самого вам наилучшего. Субтитры создавал DimaTorzok